Весна. Такие цветочки у нас расцветают на улице. Это такая парковка несколькоэтажная. Здесь тоже они чувствуют весну. Ой, у нас это называлось лилии. Только-только распускаются. Классные такие. Мощные зеленые листья. Ой, это я ойкой в колено. Не обращайте внимания. Цветочки такие красивые. Ой, а куда я иду? Куда я иду? Потом расскажу. А дальше тут таких цветочков видимо-невидимо. Ну и пальмы. Куда же без пальм? Только их под каким-то пешеходом посадили. Переход над дорогой. И куда-то пальма будет расти. Прямо в этот переход. Или ей надо искривиться. Когда-то люди быстроково садили. А знаете, люди вот уже... Знаете, свиньи, они же есть везде. Везде. Тоже кто-то взял, пообламывал. Ветоносы. Чтобы и руки отсохли. Я такому человеку желаю. Что они тебе мешали? Что ты их взял и пообрывал. А классно будет, когда это все расцветет. Будет такой уголок. А тут не только уголок. Тут везде. Везде, везде, везде. Понасажено, засажено. У нас нет такой, знаете, земли. Мне иногда странно видеть на фотографиях, особенно с Украины, когда вот так цветы, а под ними земля. Я уже тут земли вот так в городе сто лет не видела. Смотрите, либо корой засыпано, а под корой, так скорее всего, черным полиэтиленом затянуто. А чтоб бурьянты не росли. Ага. Ой, бабушка приперлась сюда. Это называется Теппит Бас. О, гляньте, это прямо в центре. Тут, недалеко от меня. Но автобусом я проехала. Это бассейны, которые были открыты вот в 1914 году. И они были с морской водой. Это я читала историю. Причем отдельно был женский бассейн. Ну и отдельно был там то ли общий, то ли мужской, как хочешь. Но женский был отдельно. Сейчас зайду посмотрю. Ага. Что там внутри и как там внутри? Куда эта бабушка приперлась? Ой, как классно люди плавают в большом бассейне. Ну я иду туда, дальше немножко. Это маленький бассейн. Я вот смотрю, люди уже собираются. Бабушка высмотрела, что тут теперь есть вот эти акваклассы, которые я хотела еще много-много лет назад, а их не было. И теперь я хочу, возможно, ходить сюда, записаться. Ой, а жарко. Вода теплая в бассейне в этом. В том большом поменьше. Только душняк такой, хлором прет уже. И окна все закрытые. Занятие должно начаться где-то минут через десять. В основном такие же старые гани, как и я. Вот я хочу посмотреть, что это такое будет. Если вдруг мне понравится, то я тогда на следующей неделе приду. Здесь занятия два раза в неделю. Угу. Интересно. Интересно, интересно. Я тут на обратном пути. Зашла в супермаркет. Нет, я так остановилась тут. Возле того, что для потолстения. А вообще я зашла купить помидоры. У меня закончились помидоры. А я их так везде употребляю. В бутерброды, в салат и так далее. Поэтому я вот и зашла посмотреть, где тут такие есть подходящие помидорчики. Куплю себе, наверное, за четыре доллара, три куриные ножки. Чтобы дома ничего такого не выжаривать. Как раз пока вернусь домой, захочется кушать. Поэтому я себе возьму такие три куриные ножки. Чтобы их слопать. Ой, они горячие. Спайси. Спайси это будут какие-нибудь такие, чем-то посыпанные сильно. А вот это барбекю. Барбекю туда-сюда. Сюда они все. Спайси и барбекю. Ну ладно, возьму такие барбекю. Возьму еще три яблочка. В этом есть филотесто. Я хочу с филотестом сделать эти пирожочки такие. 4,49 килограмм. Ну так и знала, что зашла только за помидорами. А сама тут начну всякое такое покупать. Так, сейчас быстро беру ноги в руки и ухожу отсюда. Помидоры не дешевеют ни на копейку. 11,60 килограмм. Страшненькие такие. Ну парниковые. Они еще и не дозрели, их уже сорвали. Куплю, наверное, парочку. Чтобы больше никуда не заходить за ними. Я вернулась. И сейчас вам расскажу. Про свою мечту. Вековую. И почему эта моя мечта разбилась в дребезге. Когда давно. Когда мы только приехали сюда. Потом, конечно, через какое-то время. Мы стали уже жить в этой квартире. Когда это было? Сейчас я вспомню точно. В году, наверное, это было в 2009. Вот так вот. Или даже в 2010. Я решила пойти в бассейн. Научиться плавать. Знаете, я не стесняюсь говорить о том, что я не умела. Я в своей жизни три раза тонула. Не буду подробно останавливаться на этом. Но три раза тонула. Три раза меня вытаскивали. Поэтому я воды боялась как огня. В речке дальше чем? По пояс. Ни-ни. Какой там учиться плавать. И когда что-то мои родители пытались меня там как-то учить. Знаете, а как учили? Типа схватить тебя и тащить воду. Не-не-не-не. Там криков. Всякое такое. Потом тоже нет. Потом. 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 Потом я все-таки. На море ездили. Ну, на море там проще. На море там плавать не надо. Там на море на волнах скачешь, скачешь, скачешь. Я помню, как мы поехали. Брат у меня жил там в Новоазовске. Ну, рядом с Новоазовском. Работал директором комбикормового завода. Там. Поселок назывался... Как он назывался? Один Роза Люксембург, а второй Гусельщикова. Он и там, и там потом жил. И он нас отправил отдыхать на вот эту, на косу там. Ну, кто из Донецкой области, тот знает. Поселок Седово. Определил нас в какой-то пансионат там. За мешок комбикорма. Не, мы квартиру там, за мешок комбикорма сняли нам квартиру. Мы не в пансионате жили. А кушать ходили в столовую. Пансионат какой-то шахтерский. Кормили на убой. А пляж там, знаете, там оно как-то подмывается, подмывается. Море там наступает, наступает. Ну, и там плавать не надо было. Там было так мелко, потом глубже, потом опять мелко. И вот мы вот это мелко, потом это глубже. Потом переходили на то мелко. И там были волны, и все вот так вот скакали. И мы там целыми днями скакали на тех волнах. Там вообще никто не плавал. Это было неинтересно. Потому что там как-то все время были волны, волны, волны. Боже, мы похудели все. Были я, муж и двое детей. Значит, мы там похудели за эти. Я не помню, сколько мы уже там были. Ну, может, недели две или что-то около этого были. А еще жарко было, жара такая была. То есть, кушать не очень хочется. И поэтому плавать не надо было. Ну, а потом я все-таки решила научиться. Ну, вот такой я человек. На коньках научилась в 16 лет кататься. Брат научил. Первый день коньки дома на себя. В подъезде я шла на коньках. Потом он меня за дом, там дорога у нас проходила. И там мальчишки раскатали такой каток. Вот это он меня один день вытащил туда. Потаскал за руку туда-сюда. Я так что-то научилась. И потом на следующий день мы пошли на каток. У нас в городе. Тогда это был Днепродолжинск. Сейчас это Каменское. И там на Победе. Такой был стадион Победа назывался. И там заливалось зимой. Вот такие зимы были. В запасное поле заливалось. Каток был. И он меня туда вытаскал на этот каток. И я там по краешку езжу. Езжу по краешку. Ничего. Научилась. Даже и назад научилась. Научилась. Но потом. Последний раз я стояла на коньках. Сейчас скажу когда. В 1974 году. На четвертом курсе института. В Днепре поехала на каток. А как он назывался? Я уже не помню. Может комсомолец был такой. Какой-то там стадион, который был залитый. Это я последний раз, когда на них стояла. Еще он меня пытался научить кататься на велосипеде. Но у него был он себе где-то там купил. Такой, знаете, гоночный, спортивный. Он на нем ездил куда угодно. На рыбалку за грибами. Там к родственникам в село ездил. К бабушке. Я не смогла на нем научиться. Ну, наверное, мне потом люди сказали, что на спортивном очень тяжело научиться. Он, знаете, такой вертлявый сильно. Вот это он пока сзади меня держал за багажник. Я ехала. Как только отпустил, я почему-то падала. Я почему-то не научилась ногу так выставлять, чтобы ты не падал в конце концов. Не научилась. Он плюнул и сказал, что обойдешься без велосипеда. У меня ноги были сзади вот такими черными синяками, потому что велосипед на меня падал. Ну, а вот здесь я решила пойти и научиться плавать. Пошла. Записалась, где вы видели. Только этот бассейн был раньше. Его ремонтировали. Нет, так и я ходила в 2009 году. Потому что его закрыли в 2010. Его закрыли на ремонт. И он должен был открыться в 2012. А открылся аж в 2014 году. Где-то так. И я вот ходила в 2009. Я ходила, знаете, прям по три раза в день. Я научилась тоже за один раз. У нас было несколько человек. Группа, которые именно учились. И вот эта вот девочка, которая со мной занималась. Клою ее звали, как сейчас помню. Она сама была из Германии. Приехала сюда работать в Новую Зеландию. Чтобы там то ли учиться, работать. Ну, в общем, вот так вот. И она мне показала, как нужно на воду. Как нужно лечь на воду. И она мне помогала. Я буквально за первый урок уже научилась это. Немножко. А на спине так это вообще. На спине это я не знаю. Это проще научиться было. Чего меня не научили на спине. Господи. Встал, опустил голову вот так вот в воду. Чем глубже. Все. И у тебя, извините, задница вот так всплывает. Ножками надо дрыгать. Голову вот так вот, ножками дрыгать. И у тебя прям тело само всплывает. Я вообще могу так расслабиться. Не все так могут. Ну, знаете, вот так вот. Ну, вот за что-то там держаться одной рукой, например. Там, ну, вот возле бортика. А потом вот так все расслабляются и так всплывают. А еще внучка, когда была маленькая, она на меня только как обезьянка прицепится. И мы так, оп, все с ней всплываем. И вот так вот лежим на воде. Она у меня висит сверху так. Прицепится за меня и держится. Научилась. Научилась. И я ходила в бассейн. Ходила, ой, ходила по три раза в неделю. Мне так нравилось. А там, если приходишь, вы как заметили, что там в этом маленьком бассейне не очень много людей в будний день. И это же я еще пришла, когда занимается группа эта. А если бы там этой группы не было, так там вообще было бы три человека. Ну, в большом бассейне там людей больше было. И там еще, если чуть позже, там приходят люди, которые в перерыв приходят поплавать в бассейне. А так я помню, я ходила еще до ремонта. То там, боже, прихожу 11 часов, например. Ну, в какой-нибудь день там, понедельник, вторник. Одна на весь бассейн была. Ага. Ну, а то я час там туда-сюда плавала. Потом его поставили на ремонт. Ну, и все. После того, как поставили на ремонт, все это уже поломалось. Удовольствие. И потом, ну, внучка уже так появилась. Вот она уже была. Она появилась еще в 2007 году. Вот. Она подросла. Мы с ней ходили потом. Ну, а потом как-то, знаете, так это. И я все время хотела... Что я хотела? К чему я веду речь? Я все время хотела, чтобы было вот это, знаете, то, что называется акваробика. А не было. Где-то было в каких-то бассейнах. Ну, там надо было, кто его знает, куда ехать. Немыслимо было тогда, куда я там буду ездить. Я и сейчас не буду. А здесь не было в этом бассейне. И вот, значит, вдруг вчера мне на Фейсбуке выплывает этот бассейн. И показывает, я смотрю, есть акваробика. Ну, я ж такая, помните? Что-то мне так это запомнилось, как это. Бывшая жена Петросяна рассказывала. В ней была такая юмореска. Про такую хамоватую тренершу по акваробике. Которая там людям гадости всякие говорит. Да, и так что-то она мне так отложилась в памяти этой ее юмореской. Больше ничего из нее не помню. Из этой Петросяники. Не, как ее там? Степаненко. Степаненко. Ну, и я ж давай интересоваться. Поинтересовалась, значит, два раза, два дня в неделю. В вторник и четверг. Во вторник два занятия, одиннадцать и двенадцать. В четверг одно занятие. Так, лампочка сгорела. Вот так, напротив меня. В потолке. Ты что-то из нее такое упала. Здрасте. Что-то у вас еще не хватало. Дожила свой лик. Я позвонила. Спросила. Есть. Есть. На какую я там? Начала в интернете. В интернете что-то было там не очень понятно. Я позвонила, спросила. Есть. Есть. Я такая, знаете, думаю, так, значит, вторник уже прошел. Сейчас, сегодня у меня четверг. Думаю, в четверг есть одно занятие. Пойду. Все. Быстро нашла там свои штаны, в которых я ходила. Ну, такие типа шорт. А потом это, значит, верхняя часть у меня. Даже совершенно. Я как-то новую купила. Есть. Там эти шлюпанцы нашла. Ну, в общем, все. Приготовила. Все. Иду. С дочкой разговариваю по телефону. Говорю. Все. Иду. Иду, значит, там страшное дело. Хочу. Угу. Человек предполагает. А судьба располагает. А потом, знаете, я так думаю, это не что-то я такая борзая. Я, наверное-ка, пойду сначала. Не. А пакет уже возле двери поставила со всеми этими. Еще полотенце только надо было там добавить. Ну, думаю, ладно. Потом. Я с вечера собралась. А потом, значит, утром, как бы, утро вечера мудренее. Я подумала, да не, знаете, что-то я так это, товарищи, сильно борзая-то решила. Пойду-ка я, наверное, в разведку. И посмотрю, а какие же они там делают упражнения. Вообще, как это там все, как долго это тянется. А я не спросила, как долго занятие. Значит, цена такая. Восемь, восемь долларов с копейками за одно занятие. Если покупаешь там на десять что-то занятий, то будет там тебе без копеек восемь долларов. Ну, мне это не нужно. То есть, я посмотрела, знаете, там захотелось, пошел, заплатил там. Ладно. Пойду. Пойду. Знаете, это не легко сказать. Значит, для того, чтобы пойти, мне нужно спуститься вот здесь вот под горочку. Это то, что для меня очень тяжелое. Потом надо доехать автобусом. Туда вниз, 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 вниз. Потом от автобуса надо пройти такое хорошее расстояние до бассейна. Потому что автобусы становятся, понимаете, так и так. А бассейн, получается, как бы между, такая длинная-длинная остановка, он получается посредине. Значит, надо мне дойти до бассейна. Дошла. Ну, да, мы видели. Цветочки по дороге там смотрели. Потом, сам же ж это такое, старое-старое такое здание. Там есть, оно так, как бы такое, а там его, когда пристроили большой бассейн, там сауну сделали новую, там еще сделали. Там, а над самим вот этим бассейном, маленьким, вот я сидела, я просто не поднимала глаза туда, а над ним такой стеклянный потолок. И там люди занимаются этими, изнуряют себя всякими вот этими упражнениями. Так, если ты плаваешь в этом маленьком бассейне, поднимаешь глаза, над тобой там это занимаются. Ну, прошла. Объяснила на ресепшене, сказала вот так, вот так и вот так. Я хочу пойти посмотреть, а было 10 минут до начала. Я хочу пойти посмотреть, и если мне это подойдет, я тогда со следующей недели начну ходить. Значит, хочу сказать сразу, зашла ужас. Там, там такой душняк, такой душняк. Я не знаю, почему они не пооткрывали окна сверху. Ну, на улице прохладно. Ну, товарищи, там, во-первых, хлором прет. Я хлором надышалась так, что это кошмар какой-то. Во-вторых, он же этот, он вот этот маленький, он очень теплый бассейн. Он что-то там чуть ли не на 30 градусов. Очень теплый. Там заходит прям. Если я приду, и мне так жарко, так я и выйду с бассейна с такой красным лицом. Тот, который большой, тот такой, там более прохладная вода. Ну, в большой я не рискую, там для меня глубоко. Я не такой пловец, чтобы там плавать в этом. Там еще есть, в этом бассейне большом, там можно то, что называется дёгинг. Ходить, просто ходить по воде. Туда-сюда, туда-сюда. Ладно. Села я тут на лавочку, сижу. Вот то, что там натихаря сняла одну или две минуточки. А ко мне там потом подошел дяденька, вот этот лайфгард, который смотрит. Чтоб там никто не утонул в бассейне и спрашивал, а что это вы тут типа снимаете? Я говорю, нет, нет, нет. Я не снимаю, я же вам хотела показать, куда я пришла. В общем, вру, вру, вру. Говорю, нет, 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 я не снимаю. Я тут с дочкой разговариваю. А я уже отключила там это все, там уже до меня отснимала одну минуту. Показываю ему, что типа ну ничего себе. Он, ну ладно. Ага. Значит, смотрю, группа ж собралась. Собралась такие вот, вроде бы меня, человек 15, наверное, даже один дяденька был. Потом приехала такая на электрическом этом креслице инвалидном, такая, в которой руки там, пальцы как-то немножко парализованные. Она тоже в эту группу. Он, этот дяденька, помог ей с этого кресла пересесть на такое кресло, которое прямо он завез ее в бассейн туда. И она тоже в этой группе, ну что-то там такое там, шевелилась немножко. Я буквально посидела, посмотрела эти их упражнения минут десять. Там такой душняк было, такой жарняк. Я подумала, нет, ну может если ты еще спустился туда еще в бассейн как-то еще там ниже, ну на сколько там они были ниже меня. Ну сантиметров на семьдесят, наверное. Ну даже если на метр. Да нет, не на метр, наверное, ниже, меньше. То все равно такой душняк и жарняк там. Я и сказала этому дяденьке, что у нас вот такая духота и все. Ну вот люди, мол, типа хотят, чтобы им там, а то им будет холодно. Так какое там холодно. Там хлором, очень сильно воняло хлором. Ну, вышел такой молодой мальчик в азиатской национальности, включил музычку там. Ну и начал какие-то им показывать упражнения. Ну какие там. Ну что-то там так-так, не сильно. Там то ноги чуть-чуть там присесть, помахать ногами, то руками вот так вот помахать, то еще что-то такое. Ну они там, женщины, делали. Они там знают, наверное, уже друг друга. Знаете, пообщались там перед началом. А я смотрю на него, вот как он. А он, значит, вот это что-то им там показал, а сам глазеет туда, по сторонам. То есть совершенное безразличие, как делают, что делают. Никакого контакта с ними. Потом следующее. И потом он начал показывать там, то на одной ноге приседать, то на другой приседать, то что-то подпрыгивать. Мне не подходит такое. Я не могу не приседать. Я понимаю, что в воде это значительно легче. Ну я так посмотрела и подумала, да на кой мне это надо. Я такое, я все могу и сама поделать в бассейне, прийти. Если мне надо, там поплавать бы и в бассейне, и все это там такие опыты, господи, что там их делать. Там, помахай туда, помахай сюда, руками, ногами, там в бассейне поплавай. В общем, собралась и пошла. Опять потянула рябка. Опять пока я дошла до автобуса. А еще я решила зайти в супермаркет, там по дороге получается. Там по ступенькам спустилась. В этом супермаркете пока потопталась. Там купила эти помидоры, как всегда, там яблоки, там морковку я еще купила. Там две морковки, что-то такое там. А ветчины купила упаковочку. Тоже так сумочка набралась. Ну и потянула рябка. Опять поковыляла до автобусной остановки. Ну вроде так, если у тебя нога не болит, если все нормально, то там можно ходить. Ой, а если она болит, а я еще и не выпила понадол. Я обычно, если я иду в город куда-то, так я таблеточку понадол отресну. И потом так оно. Немножечко легче все это делать. В общем, дотащилась я до остановки. Я еще зашла там в этот обувной магазин бразильский. Там к Мариночке села. Мы с ней там, наверное, час проболтали. Потом пошла я на автобус. Еле-еле зашла домой. А вот я, знаете, когда сидела у нее. Я когда долго сижу, даже в автобусе или где угодно. Если долго сидеть, нога согнутая. Потом боль найти. Ну, травмированная. Школена у меня травмированная. То люди думают, что у меня там болят суставы. У меня там нет ничего. Никакого сустава. Сама нога травмированная. Ой, да ползла я вот это домой. Упала. И подумала. Разбилась моя мечта. Совсем меня это не впечатлило. Вообще не впечатлило. Я даже не заметила, сказал ли он там что-то такое. Знаете, вот как вот обратиться к группе. Что-то такое бодрящее там. Сказать что-то. Давайте теперь вот это. Давайте вот пройдемся. Тут разминку какую-то сделаем. Нет. Вот это вышел. Включил музыку. Ну и там. Типа. Ну так. Он даже не смотрит на них. Даже. Отношения мне не понравилось его. Совершенно не понравилось. И упражнения какие-то такие. Примитивные. Какие-то скучные. Какие-то плоские. Нет. Никакого удовольствия. Я так поняла зачем. Мне такое неинтересно. А я-то думала. Что это будет что-то такое. Знаете. Наверное это зависит от этого. От того какой человек. И еще там ужас. Душняк иванизм. И я так подумала. Что знаете. Как-то я вообще туда не хочу идти. Я не помню. Чтобы когда я раньше ходила. Чтобы там так это было. Что-то такое. Может они. Знаете. У них как бы. Сеанс хлорирования. Перед этим. Ну настолько хлором перло. Что просто. Ну я не знаю. Ты как зашел в какую-то атмосферу хлорки. Поэтому. Ты знаю. Поставила я эту. Свою мечту там. И пришла домой без нее. И теперь даже не знаю. Соберусь ли я туда пойти. Потому что все таки это очень утомительно. А вот. Я представила себе. Смотрите. Это же я только дошла туда. Добралась вернее туда. Добралась. Потом я там посидела 10 минут там. Ну пока подождала там. Посидела 10 минут. Посидела. Ничего не делала. Вот. Потом 10 минут посмотрела. То есть я пробыла там 20 минут. А я себе еще 40 минут была в бассейне. А я спросила сколько занятий тянется. Мне сказали где-то минут 45. Так если бы я еще 45 минут там помахала. Извините. Руками ногами. То я не знаю. Мне бы то надо было потом лечь на лавочке и отходить. Наверное. А мне же надо выкупаться. Переодеться после этого. Взять все эти свои лахи. И потом дотащиться до автобуса. Я помню что это очень утомляет тебя. Я ходила. Так я в бассейне когда была. Я час плавала. Ну не так что прям. Туда сюда. Туда сюда. Проблыла там. Что-то там. Руками ногами помахала и раньше. Потом назад. Потом туда. Потом еще. Потом там нырнул. Еще что-то такое там делал. Ну вот так вот знаете. Развлекал сам себя. Дашу. Одна в бассейне бывала. Тут часто было такое. Вот. И потом надо дойти. И потом еще мне от автобуса. Вот тут я уже шла. Было так больно. Потому что я ж и на автобусе еду. Тоже нога такая согнутая. Ой товарищи. Товарищи. Знаете. То что в молодости. То что в молодости. Это у меня подушка тут. Лежит под рукой. То что в молодости. Знаете. Такое. Легкое и доступное. То в старости это становится. Совсем. Недоступное. Силы куда-то уходят. Так несешь такую сумочку. В которой ничего нету. А она тебе такая какая-то безумно тяжелая. Так и хочется чтоб мой роллер был. С которым я тут по квартире езжу туда-сюда. Со своими цветами. Вот так. Вот. Поэтому. Сами понимаете. Что моя мечта. Приказала долго жить. Мне. А сама осталась там. В бассейне. Ах. Ладно. Пойду я. Пообедаю. Супик у меня там имеется. Из тыквы и лука порея. С курочкой. И буду смотреть. Читать. Смотреть. Очевидно. Эти упыри. Еще убили людей в Украине. Все под впечатлением я. Тоже. Из-за убитых в Полтаве. И тех что во Львове. И тех что в Харькове. И тех что в Днепропетровске. Боже мой. А этот. Мужчина. У которого. Вы. Россияне. Убили. Жену. И три дочери. Там. Младшие. Девять лет. Средние. Старшие. Что то лет. Восемнадцать. Или девятнадцать. Девочки. А потом приходят. Сюда. Понабежали. Вы заметили. Да. Все заметили. Что под то видео. Какие то эти упыри. Понабежали. Сюда. Ну вот эти. Домбили бомбас. Донецк бомбили десять лет. Вот эти. Кто. Вот это восконечно повторяет. Если вы будете и дальше повторять. Приходить ко мне. То я вам от всей души желаю. Чтоб вас начали бомбить. Вы. Все время хотите. Чтоб вас бомбили. Вот. Чтоб вас начали бомбить. И так начали бомбить. Чтоб от вас сами духу не осталось. И мокрого места. Чтоб на куски разорвал. Вот этих всех. Которые пришли и пишут. Вот эту. Брехню собачью. Про. Женщин. Которых. Там. Беременным. Животы вспарывали. Ну. Я еще. Про мальчика в трусиках. Это. Которого распяли. Это все помнят. И бабушку. Которую там насиловали. И что там еще было. А. А. Что ж еще было. Такое. Ну. Что-то тоже такое еще было. Бред. Такой. Какой-то. Был. Про эту аллею ангелов. Если Путин. Не пришел. И не убивал. То. Эти дети б не погибли. А так он их убил. Эти дети были. Ангелами. Сейчас. Уже взрослыми. Большими. Понятно. Поэтому. Вот эти бред. Мне не пишите. А вы. Знаете. Чем больше вы это. Квакаете. Про. Бомбили. Донецк. Тем. Оно к вам. И прилетит. Быстрее. Так вот. Крепитесь. Мои дорогие. Украинцы. Крепитесь. Крепитесь. Верьте. В победу. Потому что. Иначе. Из этого. Очень трудно жить. И очень тяжело. Переносить. Все это. Это. Порвет душу. Мы. Никогда. Вам не простим. Россияне. Вам. Никогда. Оно. Забудется. Конечно. Через 2-3 поколения. Сотрется. Как. Стерлась. Это. С Германией. Но. Помнить. Мы будем. Всегда. И. Вы. Сделали. Все. Россияне. Для того. Чтобы. Уничтожить. Вот. Это. Доброе. Отношение. Народом. Украины. Который. Был. Самым. Близким. Вам. Народом. Белорусы. Украинцы. Это. Самый близкий. Для вас. Народ. Вы сделали. Все. Чтобы. Убить. Вот. Эту дружбу. Вот. Эти. Родственные. Отношения. Все. Ну. Что ж. Вы. Вы выбрали. Сами. Свою. Такую. Судьбу. Сделали. Из. Своей. Страны. Страну. Убийцу. Населенную. Убийцами. Убийцами. Которые. За деньги. Идут. Убивать людей. За деньги. Понимаете. Вы. Только. Вдумайтесь об этом. За деньги пришли убивать. Это. Как бы. Сейчас. Украинцы. За деньги. Пришли. Вас. Убивать. А так. Помните. Что. Украина. Защищает. Свою. Нет. Другого. Можете. Мы. Должны. Защищать. Поэтому. Как. Всегда. Слава. Мои. Дорогие. Земляки. Мои. Дорогие. Украинцы. Слава. Нашим. Вооруженным. Силам. Нашим. Главнокомандующим. Нашим. Потрясающим. Генералам. Главнокомандующим. Александру. Сырскому. Мы. Верим. В. Наши. Збройные. Силы. И. В. Слава. Украине. В. 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 В.